Парковка в центре города Как водитель передом заехал в место парковки только наполовину Потом немного мордочкой выехал, сдал назад и запарковался Сдавал назад он не параллельно, а под углом, находясь наполовину в кармане Ну что ж, смотрите урок Подъезжая к месту, где хотите встать, вы обычно не видите свободного пространства И правильно, не должны видеть Когда увидите, будет уже поздно, вы его просто проскочите Поэтому заранее, еще не видя свободного места, включаете поворотник и снижаете скорость до минимума Как будто вы уже нашли место и собираетесь парковаться На самом же деле, может оказаться так, что места не будет вообще Но мы надеемся на то, что пока мы его просто не видим Или кто-то ожидает момента выехать с парковки И вы своим медленным движением даете ему такую возможность Можете даже остановиться, прикрыть его собой Чтобы он спокойно выехал и освободил вам место Закатывайтесь в выбранное место, пусть бы даже и наполовину Но в последний момент пытайтесь мордочку направить на выезд Получится или нет, не столь важно Главное, пытайтесь А теперь оцените, сколько расстояния до бордюра Метр, полметра, полтора Запомните это расстояние Нам эта информация пригодится чуть позже Затем заднюю передачу И перекручивайте руль от упора до упора Вам нужно, двигаясь назад Увидеть в зеркале заднего вида полностью задний автомобиль И обязательно просвет между бортом вашего автомобиля И углом заднего Кстати, не факт, что это может получиться Вам может не хватить места для маневра Вы просто подъедете до опасной близости с задним автомобилем Так и не увидев просвета Ничего страшного, отодвигайтесь вперед Руль при этом прямой Подъехали к переднему автомобилю И снова заднюю передачу Руль до упора И добивайтесь своей цели А цель у нас одна Увидеть полностью задний автомобиль и просвет Появился просвет Отлично Делайте руль прямо И вот теперь вспомним Какое расстояние было у нас до бордюра Когда мы заезжали изначально Метр, полтора, полметра Именно такой путь вы должны проделать задним ходом на прямом руле Именно этот самый метр, полметра, полтора Остановиться И перекрутить руль для окончательного закатывания Опять может не хватить места Опять опасная близость с задним автомобилем Руль от упора до упора И переднюю передачу У этого способа есть серьезный недостаток Мы слишком далеко выкатываемся на проезжей части А это очень неудобно Приходится искать разрывы в потоке между автомобилями И не всем такой способ может понравиться Тогда готовьтесь к многочисленным перестановкам зад-вперед А это уже другой способ Смысл его заключается в том Что надо постепенно подводить хвост автомобиля в бордюру Хвост автомобиля не управляется рулем И это создает определенные трудности Нужно закидывать мордочку автомобиля И только потом ввести хвост в бордюру Такое закидывание отнимает определенное пространство Которого в кармане и так недостаточно А еще нужно успеть подтянуть хвост в бордюру И обязательно успеть выпрямить автомобиль Чтобы потом проехать вперед вдоль бордюра Параллельно ему И снова повторить такие же действия Таких перемещений может быть несколько Такой способ годится Когда у вас имеется пространство примерно такое Как длина двух ваших автомобилей Не менее То есть в итоге у вас впереди примерно 2 метра Или более половина длины вашего автомобиля И сзади также 2 метра половина длины Или более При меньших размерах парковки Парковаться лучше только сзади ходом И по поводу последнего видео Тест на внимательность Правильных ответов было более 150 Но конечно же На трех автомобилях были одинаковые цифры На номерах были цифры 800 На этом все Пока Удачи